Добрый день! Добро пожаловать на канал Киприада и Стейтс. Меня зовут Анна и сегодня мы с вами поговорим о турецком кофе и традиционном турецком чае. Начнем мы, пожалуй, с настоящего турецкого чая. Если честно, я его еще никогда не делала, поэтому мне будут помогать. Но что касается турецкого кофе, то здесь я спец, поскольку за 10 лет я стала настоящим кофеманом. Итак, для приготовления турецкого чая нам понадобится, естественно, сам чай. Посмотрите, вот марка Доуш. Двух сторон, в такой большой упаковке. Продается практически везде. Вы знаете, вообще сами киприоты, они не любят пить именно турецкий чай. Это больше культура непосредственно самих турков, да, Турции. Но здесь в каждом кафе вы это найдете. Если честно, я сама к этому тоже немножко пристрастилась. Но обычно в домах у обычных турков и приотов вы не всегда встретите турецкий чай. Кофе всегда, а вот турецкий чай, да, непосредственно все необходимое для его приготовления, это уже на любителя. Итак, нам понадобится чай, непосредственно стаканчики, вот они вот такие, видите, в форме традиционного. Еще обычно идет блюдечко, но у меня нет, у меня только стаканчики, в принципе, не обязательно есть они или нет. Ну и сами чайнички. В большой чайник мы будем наливать воду, да, и маленький чайничек для заварки. Круг на дружку мы будем их так ставить. Итак, как меня научили, делаю первый раз, желаю мне удачи. Смотрите, мы берем чайничек маленький для заварки, да, и где-то 3 ложки кладем непосредственно саму, сам заварочный чайничек. После чего чай нужно помыть. Для этого мы берем теплую воду, прохладную воду, абсолютно небольшого количества, да, наливаем в сам чайничек и моем чай. После чего эту воду мы выливаем просто в раковину. Сейчас я вам просто вылью это в стаканчик, чтобы вы могли посмотреть. Мы просто помыли чай, я не наливала горячую воду. Все, что у нас остается, это влажная заварка. После чего мы наливаем воду холодную уже непосредственно в чайник и ставим на газовую плиту или электрическую плиту, неважно, на максимум. Итак, наливаем воду, неважно, на самом деле, заполните ли вы чайник до краев или он будет наполовину, это на ваше усмотрение. После того, как вы налили воду, вы ставите заварочный чайник сверху, закрываете его крышечкой и включаете на максимум. У нас газ на максимуме. Итак, сейчас у меня газ включен на максимуме и мы ждем, пока вода в нашем чайнике закипит. Вот такая конструкция в виде пирамидки. Это самый обычный тип чайничков, потому что есть различные типы. Это самый обычный, продается в любом магазине. Итак, пока наш чай готовится, потому что мы будем ждать, пока наша холодная вода закипит непосредственно в чайнике и начнет подогревать нашу влажную заварку. Мы сможем приготовить кофе. Итак, что нам понадобится для кофе? Самое кофе, естественно, оно бывает нескольких типов. Светлого типа и темного типа. Смотрите, светлый кофе есть марки Султан. Это достаточно самая распространенная марка светлого кофе. Также есть Джон и Меметы Фенди. Это кофе, который люблю я. И к нему приспростилась, несмотря на то, что первый год меня упорно все пытались уговорить пить именно Оза. Это крепкий кофе. Действительно, он очень крепкий. Они никогда не смешивают кофе с молоком. Вот это у нас Оза. Видите, написано Dark Roasted. То есть это настоящий темный черный-черный кофе. Даже когда его готовите, запах очень сильный. Вы найдете его практически в каждом доме, потому что это точно Оза и Султан. Если не Султан, другой тип светлого кофе. Потому что даже если сами хозяева предпочитают черный для своих гостей, у них будет также и светлый кофе, поскольку гостеприимство у турко-киприотов это номер один. Потом нам понадобится непосредственно сама турочка обычная, которую вы ставите на газовую плиту и готовите. Я вам покажу, как это делать. Вообще, если мы поговорим о старых временах, то турецкий кофе готовили на горячем песке. Но сейчас у нас 21 век, поэтому помимо этого у нас есть электрическая турка. Вот как она выглядит. Используем мы, кстати, деревянную ложечку. Всегда это улучшает вкус. Ну и безопасность превыше всего. Но это, скажем так, полуавтоматическая турка, поскольку когда кофе закипит, мне нужно будет его самостоятельно выключить. Но точно так же есть и полностью автоматизированные турки, где вы только нажимаете кнопку, кладете туда кофе, сафар, если вам нужно. И все, оно само автоматически выключается. Естественно, нам понадобятся чашечки. Это всегда маленькие чашечки. Вообще, по традиции, когда подается кофе, женщине оно подается с блюдечком, мужчине оно подается без блюдечка. И всегда рядом, при подаче кофе, рядом подается стакан с водой. Это обязательно. Если вы увидите, что некоторые местные добавляют чуть-чуть воды в кофе уже после того, как оно приготовилось, это берет свои традиции. Ну, вообще сейчас это делается для того, чтобы кофе просто немножко охладить. Да, но у этого есть своя традиция. В старых временах, особенно в султанских семьях, это использовалось для того, чтобы определить, есть ли кофе яд. Вот, чашечки есть, все есть. Будем готовить. У меня есть султан. Вот, видите, насколько он светлее, чем оза. Вот это оза, темный кофе. И более светлый кофе. Султан или Джон есть, но у меня султан и сахар. Кто любит. Итак, давайте мы начнем с более традиционного способа приготовления. Кстати, прежде чем мы непосредственно приступим к готовке, расскажу вам о традиции, которая здесь существует. На помолвке невеста должна приготовить всей семье кофе. Но жениху она готовит кофе, добавляя туда целую ложку соли. И он должен выпить кофе, не поморщившись, тем самым подтверждая, что он будет стойко выносить трудности семейной жизни и всегда будет поддерживать свою будущую супругу. И, конечно, всегда очень забавно смотреть на лица этих женихов, которые просто давят со соленым кофе, но стоически его пьют, в то время как вся семья просто вообще со смеху не знает, куда себя деть. Потрясающая традиция. И вообще, в принципе, вот эта традиция кофе, она очень сближает семьи, поскольку все сидят, разговаривают, пьют кофе. То есть это действительно имеет свою культуру сближения семьи, так как семейные ценности у турков-киприотов очень крепкие, очень сильные. Итак, небольшое отступление. Мы наливаем полную чашечку обычной воды, обычной холодной воды, и выливаем ее в турку. Если вы готовите кофе на двоих, на троих, то, естественно, прямо пропорционально, две, три, там сколько у вас есть человек. Итак, давайте начнем с простого. Мы готовим оза саде. Что такое саде? Перемешиваем и ставим на небольшой огонь. И немножко вначале помешиваем. Итак, саде это у нас кофе без сахара. То есть вы можете сказать оза саде, это значит, что вы хотите темный, крепкий кофе без сахара. Если вы скажете «Ас шагирли», что в переводе с турецкого означает «немного сахара», то вам добавят вот немножко, скажем так, треть ложечки сахара в кофе. Добавляется оно так же, когда вы добавляете кофе. Есть у нас еще «Орта». Это когда полная ложка сахара, обычно без горки. Есть «Орта шагирли», это когда полная ложка с горкой сахара. Есть «Чок шагирли», есть «Шагирли», и там уже разные пропорции сахара. «Шагирли», например, это две ложки сахара, три ложки сахара. Например, у меня есть знакомые, которые пьют одну ложку кофе и три чайные ложки сахара. То есть, ну это достаточно редкий случай. Обычно вы встретите либо саде, то есть без сахара, либо вы встретите «Орта», либо «Ас шагирли», когда немножко сахара. Итак, мы немножко помешали. У нас кофе начинает нагреваться. Опять-таки, я использую деревянную ложку. И, в принципе, нужно использовать деревянную ложку. Она не так нагревается, как обычная. Ну, а когда вы используете электрическую турку, это еще и мера предосторожности. Вы знаете, некоторые турко-гиприоты любят кофе, когда оно без пенки. Хотя вообще именно кофе с пенкой, когда вы приготовите его или наливаете, оно считается признаком того, что кофе хорошо приготовлено. Но очень много, скажем так, 50% среди моих знакомых, именно любят кофе без пенки. Для этого вам нужно его немножко дольше поварить. И сейчас первый кофе я слою именно без пенки. И мы посмотрим, как это выглядит. Итак, идите сюда. Посмотрите, оно начинает у нас закипать. Когда оно закипает, мы его уже не перемешиваем. Мы его до этого хорошо перемешали. Мы должны его немножко подержать, чтобы оно покипело. Иначе оно будет недоварено. Итак, вот у нас стала подниматься пенка. И обычно уже все, да, мы снимаем и наливаем. Но я немножко подожду в этом случае, чтобы показать вам именно кофе без пенки. Притом, обычно до краев, до самых, наливать не стоит. Да, опять-таки, как я говорила, некоторые будут добавлять воду. Плюс у вас есть риск это все расплескать, пока вы будете нести. Итак, теперь давайте мы перейдем к готовке на электрической турке. Я вам покажу сейчас Султан Орта. То есть кофе светлого типа с одной ложкой сахара. Это именно кофе, который пью я и очень люблю. И хотя, несмотря на то, что пытались меня споить целый год именно этим. Процедура точно такая же. Наливаем. Сейчас только ложечку быстро мою. Итак, мы, значит, в нашу электрическую турку налили одну чашечку воды, холодной воды. Система такая же. Мы берем одну ложку с горкой. Не скупитесь, кофе недорогой. Добавляем. Опять-таки, если у нас две чашки, два человека, то две чашки. И вот это чуть больше, чем Орта. Видите, с горкой. Хорошо перемешиваем и включаем. Вот видите, лампочка загорелась. Она начала нагреваться. Все происходит намного быстрее, чем с газовой плитой. Постоянно помешивать не надо. Когда кипит, тоже помешивать не надо. Вот у нас уже все. Вот оно начало нагреваться. Я размешаю хорошо, чтобы у нас растаял сахар. В принципе, все. Ждем. Буквально меньше одной минутки, и кофе будет готов. Итак, смотрите, кофе начинает закипать. И мы уже не ждем его. Добавляем в чашечку. Посмотрите разницу. Видите, какая пенка? Кофе. Вообще, по правилам местного этикета, кофе должно быть с пенкой. Но, повторюсь, для своих близких, чьи приоритеты вы знаете, это без пенки. Кто любит? Например, у меня многие любят без пенки. Мне, в принципе, все равно. Мне главное, чтобы светлое и с сахаром. Все, теперь будем подавать кофе. Специально для вас я нашла поднос, которому больше 50 лет. Этот поднос сохранился еще до 1974 года в одном из старых домов на Кантаре. Мне его подарили, так как безумно мне понравился. Хотя, обычно используют, да не важно, какие на самом деле подносы используют. Конечно, можно и с тематикой Кипра и не Кипра. Не важно. На самом деле, скажу вам на практике, главное, чтобы не скользило. Это самое важное. Все, мы готовы подавать наше кофе. И, естественно, мы добавляем, да, мы при подаче добавляем воды. Вообще, говорят, что женщине вода не подается. Подается только мужчина, но мы за равноправие. Поэтому, вуаля, у нас кофе. Еще раз смотрите. В серой чашечке у нас темный крепкий кофе. У засады без пенки. В бежевой чашечке у нас султан у рта. Да, с одной ложкой сахара, два стаканчика воды. Приятного аппетита! Так, наш турецкий чай наполовину готов. Поскольку вода в чайнике у нас закипела. Мы выключаем газ. Ну, если у вас электрическая плита, да, вы выключаете плиту. И теперь аккуратненько, не обождитесь паром. Мы снимаем заварочный чайник. И добавляем туда нашу горячую воду. Полностью заливать не надо. Вы добавляете где-то наполовину. На самом деле, зависит от вас, насколько человек вы планируете. Полностью весь чайник выливать не надо. Я, наверное, даже перебарщила. Мне тут подмигивает, что я перелила. Это на ваше усмотрение. Так что я решила половину заварки приготовить. Буду всю ночь пить турецкий чай. Итак, смотрите, что делаете дальше. У нас еще в чайнике осталась вода. Вот она где-то на вот этом уровне. Теперь заварочный чайник вы возвращаете обратно. Вы возвращаете обратно. Накрываете крышечкой и ставите обратно на огонь. Но теперь огонь должен быть на минимуме. То есть, если до этого, да, для того, чтобы у нас вода побыстрее скипятилась, мы использовали максимальный огонь, то сейчас маленький нам достаточно. И в таком состоянии теперь у нас будет завариваться чай в течение 15 минут. Кто хочет, по желанию, можно добавлять в заварку гвоздику. Это добавит, естественно, вкус чая. Но, опять-таки, это на любителей. Ни в одном кафе вам этого добавлять не будет. Это если вы делаете дома. Если вы любители сладкого чая, вы можете добавить одну ложечку в заварку непосредственно сахара. И у вас тогда будет, естественно, сладкая заварка. Опять-таки, это на усмотрение. Я не добавляю, хотя турецкий чай я люблю именно сладкий. Но я добавлю потом себе отдельно. И вот меня уже поправляет, что я все делаю неправильно. Смотрите, это недостаточно маленький огонь. Поэтому срочно выключаем и ставим на самую маленькую комфорту. Потому что так продолжается кипение, а чай должен кониться. Поэтому быстро исправляемся и делаем все правильно. Так, вот у нас, теперь у нас маленький огонь. На самом деле, как я сейчас выяснила, способов приготовления турецкого чая, который, кстати, называется Демли-чай, очень много. Это один из самых простых способов, ну и, скажем так, самых распространенных. Уверена, что большинство турков сейчас бы раскритиковало мои методы. Но это один из способов, который тоже можете использовать, особенно если вы новичок. Возвращаемся к нашему чаю. У нас прошло 15 минут, поэтому мы можем его выключить. Ну что, давайте смотреть, что у меня получилось. Волнуюсь очень. Вначале мы снимаем заварочку. Значит, смотрите, тот, кто любит крепкий чай, мы наливаем чуть больше заварки. Тот, кто любит более светлый чай, да, заварочки поменьше. Здесь это уже, конечно, как вы любите. Итак, делаем один светлый и один темный. Скажем так, это для любителя темного, а это для любителя светлого. Далее вы добавляете непосредственно до кипяток, который у нас уже есть готовый в чайничке. Вот и вся премудрость. Наш чай готов. Иногда он бывает темнее, если постоит еще подольше. Потому что потом у меня здесь еще достаточно заварки на несколько чашечек. Кстати, традиционные чашечки есть и более крупные. Знаете, ну вот где-то по такой высоте, на такой высоте. Вот, но в принципе, если заварка постоит еще, поскольку сейчас вот только-только прошло 15 минут, я ее сразу же сняла. Вот, если подождем еще чуть-чуть, уже чайник не кипит, не тонится у нас заварка, то в принципе будет, естественно, заварка темнее, когда она отдохнет. Очень важный момент, заварку вначале нужно помыть, чтобы добиться, да, вот такого прозрачного кристального оттенка. Итак, наш кофе и чай готов. Не знаю, за что схватиться в первую очередь. Люблю и то, и другое. Притом, интересный момент, пьют по 5-6 чашек кофе в день киприоты и без проблем ложатся спать. Если вы только что приехали на Кипр и не привыкли к такому, вы можете попробовать немножко добавлять молока при готовке. Получается более мягкий, все равно очень насыщенный и интересный вкус. Итак, мы добавляем немножко воды и, естественно, капаем на пол, чтобы кофе немножко охладить. Всем хорошего вечера! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Не забывайте пить кофе, настоящий кофе, это очень полезно.